Добрый день! Вы смотрите новости в студии Анастасия Борисова и вот самые актуальные темы к этому часу. Первым под удар второй волны паводка может попасть Барнаульский микрорайон Затон. Насколько там готовы встретить половодие? Барнаульцы жалуются на работу общественного транспорта. За неделю сразу несколько случаев задымления автобусов. Куда жаловаться? Два дня до светлого праздника Пасхи. На мастер-классе в Барнауле домохозяек научили готовить пасхальные капкейки. А теперь к теме паводка в Алтайском крае. Под удар второй волны паводка одним из первых может попасть Барнаульский микрорайон Затон. Его готовность к половодию проверяет городская комиссия. Как раз в эти минуты в Затоне проходят выездное заседание. На нем присутствует и мой коллега Вадим Слюсарев. Он с нами на связи. Вадим, доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте, Анастасия. Отмечу, что не только по микрорайону Затон сегодня собирается комиссия. Будут главы всех районов города Барнаула. И коротенько расскажу повестку этого заседания. Вначале расскажут об организации контроля за санитарно-эпидемиологической обстановке на территориях, попадающих в зону подтопления, об обеспечении ветеринарно-санитарной безопасности на территориях, о выполнении мероприятий по подготовке к паводку и работе с населением конкретно в микрорайоне Затон, и о работе в период пикового схода талых вод на придомовых территориях. И поскольку мы находимся все-таки в микрорайоне Затон, который часто становится жертвой, жители микрорайона становятся часто жертвами подтопления, мы поговорим с Чучьимом Вадимом Сергеевичем, начальником территориального управления микрорайон Затон. Здравствуйте, Вадим Сергеевич. Расскажите, как оцениваете ситуацию в этом году, какие риски и как вы ведете подготовку к паводку предстоящему? Оцениваем, в первую очередь, конечно, не мы, а специалисты. И, к сожалению, на сегодняшний день мы имеем неблагоприятный прогноз развития паводковой ситуации. Нам прогнозируют достаточно высокий уровень, 6 метров и выше, и поэтому администрация центрального района, сотрудники территориального управления микрорайона Затон в настоящее время провели упреждающую работу. Мы прошли по всем жителям нашего микрорайона, зашли в каждый дом, в каждый адрес, предупредили людей о том, что, возможно, неблагоприятное течение паводка, ознакомили всех с необходимыми действиями, попросили, чтобы люди благовременно позаботились о своем имуществе, подняли при необходимости запасы из погребов, позаботились о личном подворье, о скотине, которая у них есть, о собаках, о кошках, о своем транспорте, для того, чтобы в случае, если будет развиваться ситуация по худшему сценарию, потом не было у людей вопросов, связанных с тем, что их личное имущество пострадало в ходе прохождения паводка. Поэтому вот это, наверное, основная работа, которую территориальное управление сделало. Ну и, безусловно, в рамках муниципальных контрактов мы провели ряд противопаводковых мероприятий по подсыпке низменных мест на территории микрорайона, сделали оградительный вал на улице Матросская, Бортовая, чтобы снизить негативные последствия воды на жителей нашего микрорайона. Спасибо большое. Мне лишь остается добавить, что заседание начнется буквально с минуты на минуту. И подробнее о том, что там обсудят и какая ситуация в микрорайоне из-за тонн, мы расскажем в следующих выпусках новостей. Анастасия, вам слово. Да, спасибо, Вадим. А я продолжу выпуск. Барнаульцы жалуются на работу общественного транспорта. Всего за неделю в городе произошло несколько случаев задымления салона в маршрутных автобусах. Тему продолжит мой коллега Василий Токмачев. Представьте ситуацию. Утро. Вы едете в маршрутке на работу и чувствуете в салоне запах едкого дыма, который усиливается каждую секунду. У пассажиров начинается паника. Требуют выпустить, а водитель не может. Дверь заклинила. Аварийный выход тоже заблокирован. Остается только одно – высунуться из окна горящего транспорта. В такую ситуацию 3 апреля попали пассажиры маршрутного автобуса номер 6. В их числе было и Дарья Михельсон. Дышать в салоне было невозможно практически. Несмотря на то, что мы окна открыли, мы старались вылезти в окно. Но так как машина неслась на скорости, мы и там не могли, и там пришлось задерживать дыхание. И очень пахло пластмассой, гарью. Инцидент произошел на оживленном участке города – пересечении улиц Ленина и Молодежной. Как утверждает Дарья, именно из-за интенсивного движения водитель не смог остановить автобус. К тому же горел зеленый сигнал светофора. Мужчина, водитель таких средних лет, он, в общем, начал сперва, попытался открыть с кнопки дверь. У него не получилось, он сказал, что дверь заклинила. Пассажиры пожилых лет попросили открыть запасной выход, но на что он никак не среагировал. И начал пытаться открыть дверь, в общем, самостоятельно уже. Понял, что у него ничего не получилось, он начал, открутил систему от двери и спокойно открыл дверь. Но все про все не заняло трех минут. При худшем развитии событий эти три минуты могли стоить им жизни. Конечно, такой вопиющий случай вызвал общественный резонанс. И КСК просто не смог оставить его без внимания. Начал доследственную проверку. В ходе проверки следователями будут изучены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям автоперевозчика на наличие признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей. Кстати, это не единственный случай нарушения правил безопасности в барнаульском общественном транспорте. В интернет-сообществе Барнаул-22 пользователи сообщают еще о нескольких подобных инцидентах. Как часто такое бывает в этих маршрутках? Недавно такой же случай был и в 76-й. Летом я ехала в 58-й маршрутке, в которой также что-то загорелось. Все говорили водителю открыть дверь и выпустить, но он упорно говорил, что все нормально, пока соседние авто не стали ему сигналить. Эти скобы и в 29-й «Газели». Я всегда смотрю, написано «Запасный выход». А толку-то? Вчера мама ехала в 59-м, тоже что-то загорелось, и все выбежали. Согласно федеральному закону, пассажироперевозчики проходят технический осмотр минимум дважды в год. К тому же технический отдел ГИБДД регулярно проводит профилактические рейды по проверке состояния общественного транспорта в краевой столице. Но, как показывает практика, и это не гарантирует, что автобус в какой-то момент не выйдет из строя. Помочь исправить ситуацию могут и сами горожане, сообщив о замеченных ими нарушениях. Сделать это можно, позвонив в Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула. Телефоны вы видите на экране. Василий Токмачев, Александр Морозов. Новости. Губернатор Александр Карлин принял участие в заседании Государственного совета по вопросу развития конкуренции в стране. Возглавил заседание президент Владимир Путин. В своем выступлении он подчеркнул, содействие развитию конкуренции – одно из ключевых направлений работы органов государственной власти в стране. А глава нашего региона Александр Карлин, в свою очередь, отметил, Алтайский край с этими задачами успешно справляется. Алтайский край занимает в этих вопросах достаточно приличные позиции. У нас малый и средний бизнес имеет более высокую долю в государственных и муниципальных заказах. Многое говорилось о том, что малый и средний бизнес должен более активно проявлять себя в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности. Мы успешно реализуем комплекс мер по поддержке начинающих фермеров, семейных фермерских хозяйств. Мы сегодня в Алтайском крае активно развиваем кооперацию с сельской местностью. И не только традиционную потребительскую, но и производственную. Губернатор Алтайского края вошел в число лидеров медиарейтинга глав регионов Сибири. Результаты очередного исследования опубликовала компания «Медиалогия». Александр Карлин в медиарейтинге занимает третью позицию. Средства массовой информации опубликовали 4610 сообщений о нем. Его рейтинг вырос на три пункта. В числе актуальных информационных поводов, которые привлекли внимание СМИ к решениям губернатора, отметили введение режима ЧАЭС в связи с ухудшением паводковой обстановки. И к другим темам. Современное оборудование на будущем кожевином заводе в Заринске планируют установить уже летом. Напомню, предприятие – одно из якорных проектов в Моногороде, которому присвоен статус территории социально-экономического развития. Сейчас на объекте под оборудование укладывают фундамент и монтируют коммуникации. Дорогу, которая ведет к будущему заводу, также реконструируют это направление и до действующего фанерного завода. В год на предприятии изготавливают 14 тысяч кубов фанеры. Мощность производства планируется увеличить. В ближайшее время в Заринске откроют новый цех, где будут производить шпон. То, что нам дает сейчас территория переезжающего развития, это как раз привлечь дополнительные инвестиции, расширить производство, ну и в дальнейшем создать дополнительные рабочие места. Статус ТОСЭР в целом повысит привлекательность города для инвесторов. То есть в Заринске могут появиться новые производства, следовательно и новые рабочие места. А привлекают эти территории инвесторов тем, что они освобождаются от уплаты отдельных видов налогов. Взглянуть на закулисье альтернативного театра приглашает Дом актера на Алтае. Завтра вечером там откроется выставка барнаульского фотографа Рузанны Зурабян. Спектакль, он зависит не только от актера и режиссера. Там очень большая командная работа. Но надеюсь, на выставке люди увидят, что все-таки театральная жизнь, независимая театральная жизнь нашего города, она есть, существует и, надеюсь, в будущем будет процветать. Место для выставки выбрано не случайно. Творческое пространство «Кислород», где базируется Дом актера. Это площадка, где режиссеры, актеры и музыканты реализовывают свои альтернативные проекты. На открытии экспозиции гостей ждет театральный перформанс и диджей-сет. Начало мероприятия в 9 вечера по адресу Льва Толстого, 30. Два дня остается до светлого праздника Пасхи. Православные готовятся красить пасхальные яйца и печь куличи. Барнаульские кондитеры не исключение. В студии кондитерского мастерства «Глазурь» прошел кулинарный мастер-класс. В нем приняли участие девушки-домохозяйки. Начинающие кулинары делали по рецепту необычные пасхальные куличи. А точнее пасхальные капкейки. Украсят их в стилистике праздника Светлой Пасхи. Почему именно капкейки, то есть кексы, вместо традиционного пасхального кулича? Впервые кондитеры решили провести эксперимент и использовать бисквитное ароматное тесто вместо сдобного. Мы идем в ногу со временем, да, и, соответственно, убиваем двух зайцев. Мы кушаем вкусный капкейк, потому что куличи занимают больше времени, нужно опару подождать, да, это немножко другой рецепт, это сдобное тесто. Здесь у нас бисквитное, вкусное, ароматное. Для молодежи, которая любит больше уже красный бархат, например, знаменитый торт, да, соответственно, здесь он тоже будет присутствовать, вот, лимонный, свежий капкейк. На этом у меня все. Ищите больше новостей на нашем сайте katun24.ru, а также предлагайте свои темы, возможно, мы расскажем о них в нашем эфире.